я вижу на наблюдательном пункте кто-то едет кто-то едет кто-то едет там у нас так 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 ну-ка 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 зафиксируем мы сейчас кто же кто же кто же да никакого на ксенечка как всегда наверно дороге спал еще меня не заметили я тут сижу за цветочками на лоджии ролик монтировала думаю загрузить настроение то у меня совсем было упавших мои любимки приехали котомочку несет надо идти встречать ой осенят осенят привет кто приехал кто приехал подписался да почти да надо мне еще так за харчета молча заходит чуть-чуть место я заметила ты мне там все и строчил как из пулемета так да ну расскажешь мне какой он у тебя котеночек пойди-ка его из рук не выпускаешь да маленький за харчета такой серьезный вообще даже на бабушку не смотрит не это видимо геничные не видел геничные все особенно я геничные не смотрит ты что мне сегодня насладком живешь стоит конфеты лупит мороженое мы тут уже поели я говорю тут поели сметанки поели теперь уже конфеты да с мамой вон съездили сейчас магнит вон тут вот еще всяких вкусняшек набрали надо еще бабушки все тут прятать бабушки опять бардак тут бардак ой помощник приехал у меня в огород помощник у меня сенечка завтра будет помогать да ну-ка чё ты бабушки будешь завтра помогать огороде на огороде а чё мы собрались делать с тобой на огороде опилки опилки будем носить да между грядок будем сыпать чтобы хорошо нам ходить было вот так что вот так вот у нас тут весело будет ну чё приехал младшенький старшенький уехал с мамой домой картошку там и куча у нас с тобой выходных да и четвертый четвертый очень хороший да ну четверки и пятерки закончил молодец умница и чё тебе собираемся покупать телефончик купим яшечку вот у нас одни уже фантики там уже собираются о сколько фантиков это еще только начало приехали недавно приехали недавно да сейчас бабушка найдет какую-нибудь мазь и помажет тебе ладно подожди бабушка сейчас тут вот это немножко в чувство придет сейчас я мазь тебе сначала найду а потом уже тут все разберу не знаю что тут не знаю куда чего тут разбирать куда чего пихать ой всякого добра на покупание тут и фрукты тут и все так Сенечка что ты сейчас бабушке говорил когда чего у вас дома нету у нас когда дома нету еды у нас дерево растут с яблоками так и чё вы делаете берем яблоки при этом и едим и моем и кто-то у нас а почему у вас еды то дома нету да и тебе ничего не достается еды и ты идешь и яблоки ешь бедный ты мой ребенок а чё ты бабушке раньше такого не сказал а и приятного аппетита кто ест приятного аппетита кто ест вот дорогие мои зрители видишь я сейчас где яблоки ест когда в доме еды нету он вот яблоки ест видали что я узнала про внука а когда на мешку как ты меня убирала еды другую яблоками кидаю вот какие чудеса у вас происходят оказывается либо на дерево езу ну-ка давай еще бабушке рассказывай как вы там подживаете у нас и котеночки есть так чернышко ее назвали ну а ты сказал что у него и беленькие пятнышки и рыженькие и черненькие пока не знаю как ее назвать пока будем называть ее так чернышко это девочка чернышко она девочка угу понятно она мяско ест угу еще бы мяско она не ела а ты чего мяско не ешь видишь даже маленький котеночек мясо кушает а он кот ты же сказала что кошка ой котик ой котеночек ой котеночек она все так ты то ребеночек тебе тоже надо мясо кушать она кошечка ты кто у нас тогда и кто у нас и кто мясо то не ест как называют мексиканец мексиканец вегетарианец я плохо проговариваю и так называю да понятно понятно мексиканец так что вот будем тогда что мы с тобой питаться бабушка вот мексиканцу вегетарианцу уже вот спагетти сделала на сковородке сейчас будем кушать да надо просмотры делать вот просмотры надо делать это плохо не делать так а чем ты будешь макарошки то кушать у нас вегетарианец просто так вот просто так у нас ребенок ест макароны видали и только спагетти наш мексиканец ну что будем кушать да давай все отключаемся армегеддона а что это такое это армегеддон да лучку захотелось витаминчиков угу я нашел армегеддона так может тебе соль кидать соль макать или ты так кушаешь так соль вредна да угу ты натуральный у нас ты правда у нас мексиканец вегетарианец если вы подпишите удача лет сто удачи твои слова твои слова до бога уши как говорится так ну что бабушка себе сейчас салатик сделает наверное у нас тут как на рынке всякой сетины куча подписчиков будет мы снимем клевое видео а мы так клевое всегда снимаем будем очень клевое снимем как я на площадке буду высылаться сейчас пойдем бабушка уже тебе приготовила что ты еще то хочешь чтоб сегодня бабушка тебе приготовила блинчики блинчиков ты хочешь ух ты ладно придет тебе на ужин блинчиков сделать да поработаем в огороде сегодня я польел хорошо ты хорошо польел ну и просто замечательно я очень довольна ничего мы смотрим видео которое мы снимали но не мы а бабушка потому что я не проезжала я только смотрела Сеня у меня вот внучи постоянный зритель да все видео мои просматривают молодец лайки ставить да я добрый я на всех подписываюсь на всех на всех тебе не смочь даже просмотреть я только смогу подписываться ты только ну ладно ну ладно так что вот ребята кого там нужны это подписчики Папа я подпишусь да заходите вот так вот сделано заходите когда у меня еще панчет в ремонте чинется и будет да и на папина подпишусь скажите заходите к бабушке на канал и ставьте лайки кто поставит лайк да и подпишется под комментарии да и комментарий сделать колокольчик да Я подпишусь у вас. Да, Есения придёт к вам. Будет у вас постоянным подписчиком. И будет смотреть ваши видео. Мы даже на Захаре не на ушло долго подписываем. Вот, видите. Видите, какой у нас. И на брата моего Захара. И на бабушку. Сколько человек подписан? Не знаю. Сколько у тебя подписчиков? 100 тысяч уже есть, значит... Ничего себе. Да ты должен уже деньги получать, зарабатывать. А там подбезумно... Уже тысячи человек и уже подписаны, так? Не знаю. А же брат, говорю. Не знаю. Ты уж должен быть тут богатеньким, Буратино. Так, ну ладно. Будем дальше дела делать. Вдруг откуда ни возьмись, мой работник идёт с бёдрами наперевес. Надо вот коромысла тебе. Знаешь, как раньше? Воду носили бабушки на плечах. Вот так вот. Правильно, да. Молодец. А ты откуда знаешь? Не обязательно. Так что вот, Захар, братик твой работает у бабушки. Мама с папой. Ручка номер два. Да. Это вот сюда или вот сюда? Ой, не знаю даже. Ну пусть пока они стоят. Ну помаши ручкой. Вот это всё я сделала. Скажи привет, мама. Привет. Мама, папа. Пошлём им. Потом надо будет вот сюда ещё засыпать. Вот сюда надо будет засыпать. Ну это я потом тут уберу сорняки. Вот я всё почти засыплю. Вот, вот Сеня на работа. Вот смотрите. Всё тут Сеня сам. Никто его тут ничего не заставлял. Всё сам с удовольствием работает у меня парень. Да? Если бы Захарам двоих разрушили, то Захарам бы шалаш делали. Шалаш-то? Так приезжайте вместе, так делайте шалаш. Так, ну ладно, всё, заканчиваем. Потом ещё что-нибудь снимем. Поступил заказ у меня сегодня на блинчики. Вот думаю, надо испечь, надо испечь. Внучика поваловать. Он у меня любит вот такие вот. Чтобы корочка была хрустящая. Вот эти вот грызёт у меня грызунчик. Вот такие вот корочки хрустящие-прихрустящие. Ну и тут вот маслица вот так вот смазываю. Вот. Напекла по-быстрому. Некогда мне тут всякие опары затворивать. В общем, половину молока, половину кипятка. Два яйца. Сахар, соль. Всё, наверное. Вот. Пожалуйста. Мука, естественно. Сейчас буду кормить. Так. Сеня, ты чё, на запах идёшь? Да? Блинчики унюхал, свои любимые. О, хрустящие корочки специально бабушка сделала. Твои, да, любимые? Муку. Вкусненькие? Как надо показать. Приятного аппетита, Сень. хочу то стоя больше влезет да а те может чем каком варенье нет не будешь вареньем гущенка и вот у меня что-то сгущенки то нету максим у меня все сметанку может и с вареньем сделать нет ну кушай так потом чай на рабочке налить тебе сразу чай а то я сейчас в огород пойду поработаю ладно я тебе 1 оставлю пойду там немножко поработаю сегодня такая вот у нас погода уже вечер целый день мы тут с муком все теплицу я свое не снимала уже сейчас кого 6 вечера немножко тут я убрала вроде как у нас к нам тепло идет но завтра дожди сегодня хорошая такая погода была солнечная дождей нет я решила первый раз полить вот эту грядку она самая сухая у меня тут не писали в комментариях не поливать извините меня надо смотреть каждое моё видео чтобы как-то комментировать и аргументировать у меня посажена вот эта грядка была 2 мая я поливала и и сегодня спустя 22 дня так что вот ребятки эти я еще не поливала грядки так как у меня тут середине рассадник вот они видите такие сухие сушь вот и здесь тоже очень все сухо никакой сырости у меня здесь нет но слизней есть сегодня одного я нашла так у меня тут все проветривается печку из камней я уж никак складывать не буду такую чушь не тут написали и про доски и про печку буржуйку и хрен знает чего видео потом удалили зачем писали непонятно ну да ладно у каждого свои тараканы в голове вот я наверное на этой ноте сейчас прощусь я комментарии закрою так как вот у меня в этом ролике внук что до завтра на завтра всем приятного просмотра до встречи